МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Посмотрите, тля – вредитель растений. Иногда ее называют растительная вошь или тля. Наездники – афиди-инэ, паразиты тли. Паразиты полезны, потому что они уничтожают вредителя. Посмотрите, какие они красивые. Вот два кокона. Я сказал, что тут нет коконов. Их редко можно увидеть, но они есть. Что за коконы? Это мертвая тля, из которой потом появятся паразиты. А как это происходит, расскажите? Паразит где-то на второй или третьей стадии иногда позже откладывает яйцо в тело тли. Из яйца вылупляется его личинка. Паразит где-то поглощает все внутренности тли хозяина, после чего создает кокон. Таким образом тля становится похожа на шарм. Потому что паразит раздвигает стенки кокона, чтобы было больше места. Получается кокон. Так это называется. Как вы можете увидеть, там, где тля, там есть и муравьи. Для них тли как коровы. У тли есть специальные отростки на конце тела, которые выделяют сладкую жидкость. Она нравится муравьям, поэтому тлю называют коровами муравьев. Такие секрети, которые выделяют их. Басили лор. Вот видите, живые тли, они убегают, чтобы они не убежали, поместим их в спирт. Если насекомое питается культурами, ценами для человека, то его считают вредителем. Но если оно селится на растениях, безразличных для человека, то считается нейтральным видом, не имеющим значения для человечества. Для науки они все равно важны, чтобы знать, такие виды есть. Наливаем бензин в банки. Сюда поставим одну на ультрафиолет и одну на белый матовый свет. Куда бы я ни ездил, всюду фотографировал. А из каких стран есть фотографии? Из всех, где побывал. Начиная с Австралии, потом Северная Корея, Куба, Мексика, Бразилия, Аргентина. Где бывал, всюду снимал. С каких начнем? С корейских. Думаю, вот эти из Кореи. Да. Да. Это в зоопарке. А вот и корейцы, Пхеньяне, у памятника. А вот это я, да? В каком году это было? Корея. В Корее я был в 1987-м, кажется. Вы были там однажды? Да. Да. И сколько там пробыли? Где-то месяц. Тогда меньше, чем на месяц не ездили. Это табак? Да. Все круглые — это коконы паразитов. Какой был результат вашей поездки в эту страну? Цель была привести коконы вида Афизиус гифуенсис. Он распространен только на Дальнем Востоке. Собранные коконы мы хранили в холодильнике. Нам нужно было в итоге довести их до Кишинева, чтобы не разлетелись по дороге и не умерли раньше времени. И что вы делали с ними? То есть вы привозили насекомых? Да. Да, мы привозили оттуда. Часть удалось использовать. Два вида мы привезли. У нас был в теплицах табак, зараженный тлей. И мы заселили туда паразита, который ее заразил. И все получилось удачно. Потом уже никто этим не занимался, и я выпустил их на волю. Работай, если хочешь, или умри. Так что если найдется у нас в стране дальневосточный Афизиус гифуенсис, это моих рук дело. То есть вы привезли паразита из Северной Кореи в Кишинев? Да. Да. Есть ловушка двух типов. С ультрафиолетовым светом и белым матовым светом. У каждой ловушки есть крылья, воронка и, самое важное, сосуд с бензином. Когда насекомые летят и ударяются о стенки, повреждают свои крылья. Падают в воронку и затем в банку. Хорошо, достаточно. Нужно их собирать. Хорошо, достаточно. Нужно их собирать. Хорошо, достаточно. Субтитры сделал DimaTorzok Вот посмотрите, как выглядят уже сухие Попадаются и другие мелкие насекомые А они вредители? Нет, наоборот, они полезные Потому что уничтожают паразитов? Ну да Все это будет в книге Судя по тому, сколько здесь рисунков Думаю, будет около 150 страниц Кому будет полезна эта книга? В первую очередь она будет интересна Специалистам, занимающимся определением видов 133 Это бражник молочайный Думаю, это мужская особь Косус-косус Это древоточец пахучий Личинка которого вредит стволам деревьев И чья это книга? Положи туда на место Это все наши Точнее будут ваши Не мои Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова